Вступили в силу поправки, принятые Минздравом России. Они касаются выдачи больничных листов при болезни ребенка. В чем суть нововведения и как они отразятся на жизни родителей, узнавала моя коллега Александра Кондратьева. Ей слово. Посадят на больничный или нет. Визит в поликлинику не всегда заканчивается выдачей листа нетрудоспособности. Да и количество дней в году, которые государство разрешает провести на больничном, ограничено. В Министерстве здравоохранения Российской Федерации издавано два приказа. 348 Н и 349 Н. До этого листок нетрудоспособности выдавался на весь период лечения. Однако, согласно федерального закона номер 255 об обязательном социальном страховании, оплата листка нетрудоспособности работодателям проводилась тоже в ограниченные сроки, то есть на 60, 90 и 120 календарных дней включительно. Но при этом на дальнейший период выдавался листок нетрудоспособности, который работодателям не оплачивался. Однако, порядок оформления больничных листов в последние два года претерпел ряд изменений. Одно из них вступило в силу в июле текущего года и касается детей. Теперь, если вашему ребенку не здоровится, больничный лист будет выдаваться вне зависимости от тяжести и характера заболевания. Даже при легком насморке, но не более 60 дней в году. Если же малыш болен тяжело, то работающий родитель сможет ухаживать за ним, находясь на больничном 90 дней. А если ребенок на инвалидности, то все 120. Казалось бы, сроки оплаты больничного не изменились, но изменился принцип. Связано это с иском одной из мамочек, которая увидела нарушение конституционных прав в прежних статьях закона. Верховный суд иск удовлетворил. И теперь больничный по уходу за ребенком можно получать вне зависимости от того, чем малыш болеет. Получалось так, что в федеральном законе была одна норма. Она предусматривала период выплаты пособия в размере 60 календарных дней и 90. То есть по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет. А порядок выдачи лесков нетрудоспособности предусматривал другие немножко основания. Выдачи лесков нетрудоспособностей и на другой период, нежели это прописано в 255-м федеральном законе. Сейчас порядок соответствует полностью 255-му федеральному закону. У родителей отношение к нововведениям неоднозначное. Сложно сказать, хорошо или плохо, потому что дети непредсказуемые. Они могут сегодня болеть, наоборот быть здоровыми, завтра заболеть. Сказать, 60 дней мало, вроде как достаточно, но с нашим климатом северным и с плохой экологией миниатет у них слабый. К сожалению, они часто болеют. Врачи успокаивают. По статистике, дети болеют меньше двух месяцев в году, поэтому у большинства родителей проблем быть не должно. На самом деле таких пациентов не так много, как казалось бы, поскольку благодаря даже профилактическим мероприятиям длительно болеющих детей и детей-инвалидов, в том числе и в нашем регионе, и наблюдающихся в нашей медицинской организации, немного. Поэтому, я думаю, это будет не критично. Трудности возникнут только у лечебных заведений, ведь теперь именно им придется контролировать выдачу больничных и их сроки, а не работодателям, как было ранее. Функция отслеживания сроков временной нетрудоспособности вложилась на бухгалтерию предприятий, страхователей. А теперь медицинские организации любой формы собственности, имеющие соответствующую лицензию, должны сами отследить эти сроки. В любом случае, профилактика всегда лучше лечения. Тогда и садиться на больничный не придется.